На этот раз депутаты собрались, чтобы в оперативном порядке рассмотреть три важных вопроса, которые потребовали оперативного внеочередного заседания. Первые два вопроса касались осуществления муниципального жилищного и лесного контроля. Контроль сам по себе, нужен и бесспорно полезен. Конкретно муниципальный жилищный контроль предполагает профилактику, выявление и пресечение нарушений со стороны жильцов либо организаций, обязательных требований, установленных жилищным кодексом, в отношении муниципального жилья. Принят документы о муниципальном лесном контроле, за который депутаты также единогласно проголосовали. Он предполагает охрану, защиту и бережное отношение к муниципальному лесному массиву. Еще один важный вопрос, который можно назвать судьбоносным, касался поселка, квартал 233. Вопрос о его судьбе обсуждался давно. Он время от времени возникал и вновь откладывался, потому как его серьезность требовала глубоко продуманного решения. На своем внеочередном, 53-м по счету заседании, депутаты поставили, наконец, точку в судьбе поселка, расположенного на землях лесного фонда. В поселке проживают двое. В населенном пункте отсутствуют объекты социальной сферы, инженерной инфраструктуры. Он постоянно подвергается затоплению. Решение об обращении в законодательное собрание области об упразднении поселка путем внесения изменений в отдельные законы Свердловской области было принято депутатами после процедуры осмотра и обследования территории поселка, квартал 233, с учетом мнения граждан и на основе положения законодательства. Решение Думы предусматривает внесение в законодательное собрание Свердловской области в порядке законодательной инициативы проекта об упразднении населенного пункта квартал 233. Связано это с некоторыми факторами. Дороги в квартал 233 нет. Попасть туда можно только вброд через реку. Социальной и экономической инфраструктуры нет. Проживало три человека. На сегодняшний день фактически проживает два человека. Данный населенный пункт находится на землях Лесного государственного фонда. Границы отсутствуют. Разграничение в связи с тем, что не находится на землях Лесфонда, невозможно. Оказание государственных услуг также невозможно в связи с вышеперечисленными факторами, в том числе и организация местного самоуправления. Для жителей ничего не поменяется. Жители как проживали на территории данного населенного пункта, так они и будут там проживать. В заключении по просьбе председателя городской думы Евгения Быкова, главный врач Сухоложской районной больницы Марина Веремеенко рассказала о ходе прививочной кампании об заболевания ковид и гриппом и ситуации в больнице. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова